Над вечной зимой Кремля Незримо небо хмурит брови. Всё бьётся, бедная страна, Всё тонет под потоком крови. Сто лет мы режемся в боях И умираем за идеи. Политиканы-фарисеи Нам так сочувствуют в словах. В запале красных и цветных Ведут в атаки, воспевая Герою вечно молодых, В агонях молодость бросая. Нам только кажется, что все Знамёна наши в разном цвете, А над Кремлём зима. Весне пройти на родину не светит. Февраль, столетие прошло, Посмотришь, что же изменилось. Страна сдалась врагу на милость, А время бесов не прошло. До сих пор, я написал в феврале 2017 года. Как говорится, слушайте, думайте, пишите. Друзья, внизу, там под роликом, в описании, Имена тех, кто оказал помощь каналу. И там же ссылки для тех, кто может присоединиться, Хочет, имеет такую возможность и желание Присоединиться к их небольшой сплочённой группе. А теперь слушайте сам ролик. Приветствую всех зрителей, прежде всего всех, конечно же, подписчиков. А также рад приветствовать всех новых зрителей, Которые впервые попали сюда, на мой канал. Друзья, начну с нескольких писем. Алексей Ловакин пишет. Здравия всем. Как-то мне попал в руки самоучитель Иврита. В предисловии к нему было написано, Что Иврит был восстановлен подвижником, Молодым человеком 27 лет от роду. Это произошло в 1827 или что-то около этого году. Он восстановил Иврит и скоропостижно, Внимание, тут главное слово скоропостижно, Умер от болезни. Что же нам насочиняли на самом деле В мировом равенате, друзья, по этому поводу? Элизер Бей Бен Иехуда Считается человеком, оживившим Иврит. Однако его основной вклад идеологический и символический. Вот так, тоже тут сверху было одно, А теперь у нас уже идеологический и символический. Он был первым, кто поднял идею возрождения Иврита, Начал публикации статей в газетах на эту тему. Бен Иехуда приехал в Палестину в 1881 году И работал над тем, чтобы превратить Иврит в современный язык, Подходящий реалиями конца XIX века И удобный для общения в будущем возрожденном еврейском государстве. Заметим, 1881 год, уже мы говорим о будущем возрожденном еврейском государстве. Еще не прошел Всемирный конгресс еврейского народа, После которого была создана та самая организация Всемирная Сианистская под названием Зион, Которая прошла в конце XIX века в Швейцарии. Нам говорят, что именно благодаря ему, вот этому, Бен Иехуда, Иврит из литургического языка стал разговорным и общеупотребительным. Самое забавное, что в 1948 году Иврит стал одним из двух официальных языков Израиля. Заметим, из литургического он вдруг стал основным разговорным языком И общеупотребительным. Вот все знают, что в XIX веке, например, в гимназиях по всему миру, В колледжах, в гимназиях, везде изучали мертвые языки, Так анализовываются они, мертвые латинские и греческие. Но почему-то ни один из них стал неразговорным, ни общеупотребительным. Хотя до сих пор во многих колледжах Франции, например, изучают латинский язык, Латинский язык изучают, конечно же, на медицинских факультетах. Но он никак упорно не желает стать общеразговорным и общеупотребительным. А вот по мгновению, по маянии волшебной палочки, Иврит становится разговорным и общеупотребительным. Под влиянием никому неизвестного молодого человека по имени Бей-Ихуда. И самое забавное, что в 1948 году Иврит стал одним из двух официальных языков Израиля, Когда это государство было создано. Заметим, что по решению тогда должно было быть создано государство Израиль И арабское государство. Но арабское государство почему-то создать забыли. И мы с тех пор имеем вот эту бесконечную войну. Сегодня, мало кто знает, что во время Первой мировой войны В составе британской армии был сформирован огромный еврейский легион, Который, как нам сообщают, оказал британским войскам Помощь в завоевании Палестины. Если он в составе армии, то как он может оказывать помощь? Он, значит, воюет на стороне армии. Это армейское подразделение. Он в составе армии находится. Он не может оказывать помощь. Помощь могут вольнонаемные оказывать какие-то личности. То есть мы везде имеем тотальную глупую ложь. То есть сама подмена, как у карточного шульдера происходит подмена всех карт. Вот нам сообщают, что этот легион в основном состоял из Евреев-Палестины И других провинций Османской империи Великобритании. Стоп. Он состоял из Евреев-Палестины и других провинций Османской империи. Великобритании. Очень интересно, да? Россия, Соединенных Штатов, Америки и Канады. На самом деле, так называемое завоевание Палестины произошло после переезда Николая II под именем Георга V в Лондон и передачи власти на номере Лейби Бронштейну Троцкому. Это все вполне понятно и логично. От нас никто ничего никогда не скрывает. Просто вот как карточные шулеры одно слово подменяет другим, вроде бы похожим по значению, но от этого меняется весь смысл. Вот мне напомнил об старой обложке журнала «Экономист». Журнал «Экономист» все знают, обложки его все знают. Так вот, Егор напомнил мне. Сами смотрите, там четко видно, кто управляет, что ждет вернослужащую нечисти элиту. То есть управляют те, кто имеет рожки, красную кожу и трезубцы в руках. А остальные все, как вы понимаете, получают вознаграждение за свою верную службу. Вы можете сами посмотреть, как их вознаграждают. Посмотри, например, наверх, где сражаются столько... Я сказал, что война идет уже, не знаем сколько времени, с 1947 года идет эта война, постоянная такая, вяло текущая. Она, конечно, на 90% это так чисто символическая, но тем не менее. Наверху точно показано, как сражаются Израиль и Палестина. А внизу в одном адском котле варятся все политики, валом выгружают в него журналистов британских, весел елут котел финансисты и политики. Многие еще при жизни сидят в этом котле. Они тем самым четко показывают, что мы все с вами живем в этом аду и управляют нами вот именно эти бесы. Что апокалипсис идет давно и конец этого мира под управлением хакеров опять-таки этих же демонов давно начался. Что капитолий того же США просто вонючая информационная бомба. Да там все четко показано. То есть посмотреть на эту картинку все становится совершенно понятно, однозначно. Вот письмо из глубинки от человека, который работает, чтобы дать волю своей душе. Я сразу перехожу от этой общей нечисти к понятию воли своей души. Я зачитаю только часть письма. Слушайте, что он пишет. Я Максим Алексенко, живу рядом с Курсками. Имя свое под зашифрованными никогда не скрываю, как и лицо свое, так как уже давно осознал, что в какой действительности мы пребываем. С августа 2019 года наблюдаю за твоим творчеством через YouTube, ну и Telegram, и сайт твой посещаю. За год до этого я ушел на пенсию из органов пограничных, а я Артуре не пишу, чтобы не раздражать алгоритмы. То есть ушел на пенсию в 2018 году. И зачем-то пошел работать охранником на нефтебазу. Чтобы понять, что занимаюсь совсем не своим делом, мне понадобилось 3,5 года. Да, я ищу тот тормоз. Как раз все вот эти события с намордниками, с жижей, потом мероприятия, связанные с могилизацией, нельзя сказать, что 3,5 года прошли совсем бесполезно. Все это время вооружено знаниями, которые ты выкладывал мне на YouTube, я наблюдал за действиями населения, в кавычках слово берется. К сожалению, все, о чем ты говоришь на своем канале, оказалось реальностью. Я уволился с нефтебазы, вернее, меня уволили по статье, хотя мне предлагали написать мировое соглашение. Но я отказался, так как ясно понимаю, что работать на нечисть, да еще охранником, я точно никогда не буду. А там, после моего увольнения, стали происходить чудеса, о которых я догадывался, что они будут происходить. События описывать не буду, так как о них даже в местных СМИ никто ничего не писал, хотя все об этом знают. В общем, все, как ты и говоришь. Видимо, я им мешал начать происходить эти события, так как я не стеснялся писать во все заинтересованные органы и докладывать, что нефтебаза охраняется для галочки, а люди, работающие на ней, подвергаются реальной опасности. Нефтебаза находится всего ничего по прямой от так называемой страны У. Именно на этой работе я и насмотрелся на то, как работает палач. О палаче я узнал именно от тебя. Полностью с твоим творчеством не знаком, я имею в виду стихи. Но кто ты есть, мне стало ясно, когда прочитал твою поэму не сбывшейся мечты вершителя. У населения, помимо проблемы, что им разрешили средства для дезинфекции рук, а именно эта нечисть показывала у населения целых два года, но до него так и не дошло, принимать внутрь средства для дезинфекции, принимать внутрь. И множество других проблем связано с этой основной проблемой. Есть еще одна проблема, о которой вообще не принято говорить. Населению подменили значение такого основного элемента сознания, как совесть. К примеру, человек не может, ему совесть не позволяет, нарвать кукурузы для домашней живности, с поля, вдоль которого по грязи шлепают его дети, идя в школу. Километров так, за пять. Потому что в его селе школу сократили. Рейсы на автобусы, которые еще 23 года назад ходили по часам, отменили. Теперь они ходят два раза в неделю. А школьный автобус сломался. Который выделили именно после закрытия школы, выделили автобус. Но он внезапно сломался, друзья. Это мой комментарий такой. Именно для этих целей автобус выделили. И вот так жить и растить в этом своих детей ему совесть не позволяет. Вот тут, друзья, мы и поговорим опять о совести, чести и достоинстве. В стране, вернее, колонии, я говорил, самого низкого уровня, например, колония там Сенегал или Ангола, они находятся на более высоком уровне, чем колония Россия, в которой процветают воры, казнокрады, мошенники, убийцы. Например, простой Роспотребнадзор, в котором работают не просто убийцы, а серийные убийцы, в том числе серийные убийцы детей. Так вот, в таком мире есть те, кто вызывает к совести, к гордости за предков. Вот есть такие хомяки, которые сидят, значит, там у экранов или где-то еще, и взывают, начали цепляют на себя всякие атрибуты и взывают к совести, к гордости за предков, к патриотизму и прочим вещам, которых просто нет и быть не может у них самих. Если человек патриот, и у него есть совесть, разве он пойдет на марш в бессмертный полк, с символами, значения которых не понимает, или нарисует себе букву Z и пойдет голосовать за серийных убийц? Совесть предполагает только одно – немедленно очистить улицы своего поселка, города или села от всей этой своры крыс и шакалов всеми доступными средствами при борьбе с паразитами любые средства хороши. А не завтра с дивана, когда все объединятся и станут соратниками. А тут, сегодня, сейчас, прямо, это относится, конечно, только к молодым и здоровым мужчинам, а не к пенсионерам и женщинам. Но молодые и здоровые мужчины предпочли совсем другой путь, о чем я сообщу позднее. Вы сами увидите, что они выбрали. В мире спецслужб продолжают заниматься нагнетанием и усложнением обстановки. Аксиома. Чем больше террористических атак, тем меньше свобод у граждан. То есть подумайте сами, кому выгодны террористические атаки. Потому что чем больше террористических атак, это аксиома, тем меньше свобод у граждан. По данным СМИ, читаю, неизвестный в оранжевом сигнальном жилете, наверное, он символизировал те бунты оранжевые, которые в свое время прокатились по Бельгии и Франции, к одному из зданий в центре Бусселя. Наверное, чтобы все его видели. Оранжевый. Вот я иду совершать тяжкое преступление. Поэтому один что-нибудь яркое, чтобы обязательно все меня запомнили, как я выгляжу, один яркий оранжевый жилет. Подъехал в центр Бурсселя и с криками «Аллах Акбар» начал расстреливать болельщиков шведской сборной по футболу из автомата Калашникова. На данный момент известно по меньшей мере двух погибших и нескольких раненых. Предположительно, речь идет о гражданах Швеции, которые приехали в Бурссель поболеть за шведскую сборную по футболу. Смертельная болезнь. Поболеть приехали смертельно. Преступник открылся его еще. Позднее нападавший записал видео, в котором заявил, что принадлежит к этой самой ИГИ. Все при этом в мире продолжают обсуждать это и смаковать эту новость. Вторую новость, которую все обсуждают и смакуют, это комедия под названием «Выборы в Польше». Хотя на самом деле кто-нибудь мог бы обратить внимание, что 15 октября в Берлине началась, так сказать, подготовка следующего выхода у Ханки на сцену, на которую, наверное, пришли только политики и журналисты. Вчера разговаривал с поляком, у которого брат работает в избирательной комиссии города Гданьска, который ему сказал, что реальная явка в сельской Польше была очень низкая, менее 14%. Поляки, которые живут в маленьких городах, в селах, просто проигнорируют эти выборы. Но спектакль идет всегда, так как есть кому заполнить зал. Городские хомячки рубанули на выборы. При этом явка избирателей 15 октября превышала привычную уже к 12 часам. Во многих местах образовались очереди, которым приходилось стоять по нескольку часов. К вечеру на отдельном участке пришлось завозить дополнительные бюллетени. Избирателей оказалось больше, чем было списков. На один из участков Краковы дополнительные урны для голосования, поскольку существующие урны оказались две доверху заполнены бюллетенями. Мы уже обсуждали, что такое урна и что такое бюллетень. Этот человек подтверждает свою недееспособность. То есть он фактически подтверждает, что он идиот. Отдавая свой голос кому-то, кто потом имеет полное право распоряжаться его голосом. Вреждание явка оказалась рекордной за всю историю посткоммунистической Польши и составила 72,9%. Даже на первых частично свободных выборах в 1989 году проголосовало лишь 62,7% поляков. Наверное, поумнее тогда были. Теперь такая новость. Андреас, помощник и давний друг канала из Литвы, пишет, что алкоголь валом идет с грузовиками в Россию из Литвы. А СМИ сообщили, что Латвия стала крупнейшим поставщиком вин в Россию. Никто не знал, что там они всю Латвию превратили в трехэтажные виноградники и делают теперь вина французские, итальянские, испанские и так далее делают, оказывается, у нас в Латвии. Ну, понимаете, что там просто идет, везут сначала в Латвию, в Литву, а потом оттуда из Литвы везут, например, в Россию. При этом, ни с той, ни с другой стороны, пограничники, таможенники не трогают этот грузопоток. Ну, причина простая, как только они видят фуру с алкоголем, они тут же быстро пьянеют, теряют разум, падают на землю и засыпают сладким сном, как после тяжелого опьянения. Но зато они тут же пробуждаются, как только видят обычную легковушку с обычными гражданами. Вот тут они отрываются по всей возможной своей силе. Как мы с вами видим, в реальности все торговые связи на самом деле работают. Мы уже это много раз обсуждали. А санкции существуют только на бумаге. За исключением только одной категории, а именно простого населения. Россия, как я уже говорил, в 2022 году массово, например, рынулись в Турцию. А теперь массово пинками под зад их оттуда выбрасывают, не давая им вид на жительство. Хотя они там прикупили недвижимость и думали, что все, будут жить в Турции, как в шоколаде. Пишут, что многие уезжают, так как поняли, что невероятно сложно, практически невозможно легализоваться в этой стране. Самое смешное, так это полное отсутствие здравого смысла у них. Как можно ехать в такие страны, в которых само местное население спит и видит, как бы сбежать в Европу куда-нибудь подальше своей Турции? Очень часто многие очень заинтересованы и случайно сюда забреть ши. Зрители начинают придумывать всякие дурацкие способы, втянуть меня в пустую дискуссию ни о чем. Даже, к сожалению, человек сильно занятый, сам иногда невольно попадает в эту глупую ситуацию и не можешь сам себе объяснить, зачем ввязался в эту бредовую дискуссию. Я стараюсь конечно поговорить, могу на всякие отвлеченные темы, заинтересован нас собеседником, но только когда есть время. Но у меня его совершенно для них нет. Тем более, что большая часть таких оппонентов с важным видом пишут о том, о чем не имеет никакого абсолютно представления, разыгрывая себя компетентного специалиста по всем вселенским проблемам, какие только в мире существуют. Среди в том, что мне даже приходится полностью блокировать таких активистов. Например, был один такой забавный подписчик, забавный тип, которого страшно злилось, что я употребляю выражение «фантастический мир Земли Икс». Ну, мы же здесь говорим сегодня только о фантастическом мире Земли Икс. Людям трудно понять одну основную непроложную истину. «Твой дом только там, где тебя любят за то, что ты есть, а не некое здание с крышей и всеми удобствами, не некая страна, не некий поселок, не некий город. Твой дом только там, где тебя любят. Многие обижаются на меня, на некоторые, а некоторые начинают ненавидеть только за то, что я открыто говорю нелицеприятные вещи, так как истинная вещь очень болезненно воспринимаемая больным от лжи и морока разумом. Многие ведь никогда не слышали о себе то, что я говорю, а я ведь не говорю конкретно о каком-то человеке, я говорю то, что относится ко всем. Есть разные типы личностей, но многим из них не нравится то, что я говорю, им кажется, что я говорю именно о нем, но на самом деле я ведь этого человека не вижу, не слышу, не знаю. Так вот, они слышат то, что я говорю о себе. И это им очень больно, потому что до них начинает постепенно доходить простая истина, что они всю жизнь занимались самообманом. Потому что я при этом, как они бы не хотели этого, не спешу исполнять их пожелания и даровать им какую-либо сладкую, приятную для их сердца и души, не знаю, разума, для души, конечно, если только она есть, сладкую ложь. Я не говорю то, что они желают услышать на самом деле. А вместо этого говорю каждому такие вещи, которые многие предпочли бы никогда и ни от кого не слышать. Да еще и не стесняюсь жестко ткнуть их носом в их собственные слабости и ошибки и лишить их теплого одеяла самообмана. Они залезли в норку, сия там, в своей норке, укрывшись этим теплым одеялом самообмана и положил подголовку в подушку лживую такую. А тут я мешаю раздражитель такой. Они пока не поняли самое главное. Это трудно понять. Я пытаюсь указать всем путь домой, настоящий мир, через равновесие, которое должно наступить прежде всего внутри каждого настоящего. А для этого и пытаюсь разбудить ваш ум, ваше сознание и открыть вам эту простую истину, что честь и свобода много важнее благ физического тела, много важнее того, что вам внушали в семье, в школе и так далее. Много важнее того, что вас учили, чему вас учили. Все должно быть оплачено вами, поймите это правильно, все должно быть оплачено вами и не деньгами, а здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом, после дождичка в четверг, или когда рак на горе свистнет. Не надо откладывать свою настоящую жизнь, которая ждет вас на завтра. Не поможет никто и никогда, я уже говорил, ни бог, ни царь, ни герой, как они пели свои песни. Помочь можно ребенку сделать первый шаг, это ребенок, ему первый шаг начинает ходить, помочь можно сделать, но он все равно должен пойти сам. Но никто не поможет вашему сознанию принять главенство души, никто не может влезть вам ваше сознание и начать устраивать переговоры между вашей душой и разумом. Ибо только в этом случае и наступит равновесие для вас. Вопрос простой. А как вы думали, что будете ровно сидеть на своей попе, зажмурив глаза и открыл рот, пока кто-нибудь не положит в него сладкий плод равновесия? Друзья, внизу в описании под роликом на тех друзей моего творчества, которые смогли, захотели, нашли время оказать мне помощь. Это вообще-то очень нелегко сделать, очень нелегко сделать, оказать помощь, так как у морока есть такие простенькие приемы, но они работают очень хорошо. Такие приемы, как забыть, отложить на потом, упустить из виду, отложить на завтра, переложить это на плечи других друзей моего творчества, но там есть другие, которые поучи меня, побогаче, вот пусть они помогают. То есть самооправдание это тоже одна из форм самообмана. Дело не в том, что я там настаиваю, чтобы кто-то взял и пришел, и прослушал мою лекцию, побежал оказывать помощь нет. Это я сто раз говорил, делал чисто добровольное, только по порыву души. Если душа хочет этого, разум тогда может исполнить. Там же внизу в описании вы найдете все ссылки, по которым можно легко присоединиться к их числу. Там же есть ссылки на мой сайт, там же есть моя электронная почта, там же есть другая информация. Друзья, у Василия осталось немного книг для рассылки по России и Белоруссии. Для того, чтобы получить мою книгу стихов, как она выглядит, вы можете посмотреть на сайте, надо сделать заказ на мою почту, которая в описании, больше нигде, только на почту, которая в описании. Ссылка в описании. В письме друзья, надо обязательно указать фамилию, имя, отчество, в России обязательно фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона, а также указать, под каким ником вы оказывали помощь. И надо быть готовым оплатить почтовые услуги почты России, помимо этого. То же самое надо сделать всем тем, кто проживает в других странах мира. Но им достаточно указать фамилию, имя, но опять-таки, номер телефона, адрес почтовым индексом, это обязательно. Потому что номер телефона обязательно указывается в почтовом отправлении вместе с номером электронной почты. Почему я говорю, присылать на электронную почту, потому что обязательно адрес вашей почты. То же самое надо указать под каким ником вы оказывали помощь, на каком из ресурсов оказывали помощь. И тем, кто хочет получить мою книгу, например, в Европе, им надо будет обязательно оплатить доставку, оплата доставки обязательно. Книга, которую я отсылаю, они все идут с моим автографом. Но продолжим нашу тему. Так вот, сидеть в уголке с открытым рудом в ожидании сладкого плода равновесия занятия, я вам скажу, довольно опасные. Могут и гомна на лопатки подбросить, что часть всего с ожидающими в бездействии происходит. Все будет хорошо, очень плохое камлание. Это маленький ребенок все понимает, но пока еще на горшок забывает попроситься. Но многие так и доживают до старости в этом состоянии маленького ребенка. Вот подалишь человеком пять минут и можно ставить диагноз. Он вроде как знает огромное количество просто замечательных вещей и может довольно бойко о них рассуждать. Но вот принять эти полезные знания на практике, применить их для себя же любимого совсем как-то не получается. Совсем плохо с этим. Вот Олег пишет СМИ как по команде сорвались с цепи нанитания паника многопостановочных видео всплывает. Он имеет ввиду те события которые происходят сейчас на Ближнем Востоке. Как же Иеху радуется бомбежкам и тех кто удрал по паспорту вот им враженом. Да заметь Зелья открыто заявляет уже о создании нового Израиля на территории Украины где он изображает из себя президента и говорит о том что уже будет создан на территории Украины новый Израиль. Да что еще должно произойти чтобы грызуны поняли спрашивает Олег Клинический случай бесполезно Займеть кистин надо было позавчера В Брюсселе пробник был стрельбы мусульманина Эх раскачка бойня Благодаря тебе Маран с уважением Олег у него этот Ник Сайгон Мусульман и силы сопротивления друзья никто не остановит если Израиль продолжит свое преступление так заявил в своей речи верховный лидер Ирана Али Хаминьи у него все речи всегда заканчиваются только рычами до сих пор никогда конкретных действий при этом каких-либо серьезных не действовал его слова приводит агентство ТАСНИМ если преступление Израиля продолжится мусульмане дойдут до иступления силы сопротивления дойдут до иступления никто уже не сможет их остановить сказал Хаминьи А тем временем кругловоды открыто издеваются над населением происходит постоянный случай умышленного нарушения координации движения марионеты нам все все время показывают эти двадцатки всякие встречи конгрессы сборище там сейчас в Берлине там проходит сборище по большому новому празднику уханьскому и явно указывают что все это просто куклы управляют куклы вот людям открыто показывают что вот вами управляет кукла плохо управляемая кукла которая может сломаться не туда не те движения делать замереть на месте или вообще голограмму показывают и все неправильные действия открыто показывают для чего чтобы показать что на самом деле у них просто происходит маленький сбой в системе управления вот читаю в социальных сетях пользователи начали активно обсуждать случаи с проходом канцлера Германии Олфа Шольца по красной дорожке в Албании заметь точно так же они обсуждали закидона которого устала кукла по имени Анзен Ну ладно дальше пойдем Глава немецкого правительства приехал на саммит Бринлинского процесса Выйдя из автомобиля он направился вперед и вместо того чтобы пойти по красной дорожке он пошел поперек нее и даже вышел за ограждение однако спустя секунду ассориентировался и повернул в правильную сторону ну тут как говорится лишних слов не бывает потому что все понятно ведь это же не просто так кукла ломается когда идет по красной дорожке кукла до этого эта кукла одевала повязку изображая себя пирата показывая что по уровню разума уложил канцлера ну уровень школьника 5-6 лет и так далее то есть старшая группа детского сада все что мы видим это вот именно вот все эти события все эти как сказать сабмиты стретчи выступления это все вот по уровню умственного развития показывает что лидеры сегодняшние мировые они по уровню развития где-то вот находятся либо в стадии полной полного идиотизма маразматизма как байбай америка либо просто это как сказать больные на головку дети не способные самостоятельно совершенном мысли друзья нам все время показывают просто невероятную чушь так если вы посмотрите съемки ночных атак из сектора газа ракетами в сторону Израиля то в большинстве случаев это просто вы не поленитесь зайдите старые вот 10 лет назад я вам называл ролики там который был на эту тему уже даты когда происходили события посмотрите как показывали эти там одни и те же съемки все время которые показывают по телевидению то есть это съемки старые показывают то есть не надо даже им думать у них это есть там где-то в программе съемка ракетной атаки вот все вот включили показали вот подлых Хаман спустил опять ракету в сторону Израиля эти съемки я еще раз повторяю использовались уже многократно и фотографии использовались многократно думаю что вообще реальных ракет если их запускали было как минимум 20 раз меньше чем нам говорят и то вряд ли они имели какие-либо там серьезные боеголовки если вы поставите съемки то просто пуск шутих для фейерверков то есть это вот фейерверки которые запускают она должна нормально эта ракета вверх вот так она летит долетела вверх там куда-то потом начинает сразу падать вниз и там происходит так пух кто салют видел часто запускаем а самодельно особенно происходит такая вспышка так вот там вот того что взрывается потом нет просто полетела полетела вверх потом начинает раз спускаться то есть видно что она никуда там даже на 3 километра от места пуска не улетела Она просто начала падать Обломки ее там Куда-то вниз Например на заранее запланированный пустырь Если Выпускается Друзья нормальная Реальная неуправляемая ракета То ее след будет виден До момента достижения Высшей точки траектории То есть ее видно будет на ночном небе Как она вот летит Поднимается все выше и выше По пологой траектории Уходит вверх И где-то там Сгорает топливо Жидкое топливо или твердое топливо Сгорает и след исчезает И дальше уже она начинает По пологой же территории Начинает движение вниз И попадает там куда-то И происходит взрыв То есть дальше она летит без света Беззвучно практически Только у нее там Если направляющие есть Оперение хвостовое Или крылышки какие-то Я не знаю что там они используют Скорее всего там просто болванки какие-то Но в любом случае Вот это Движение четко видно Когда реально летит ракета Ракета Я еще раз подаю Если вы посмотрите съемки И посмотрите съемки пуска Вот шутих для фейерверка Вы увидите что там Это все одно и то же Потому что шутиха летит невысоко И тухнет вместо того Чтобы лететь по какой-либо траектории И вообще Простой вопрос А зачем пускать эти самые ракеты ночью? Для того чтобы лучше было определить место пуска Из воздуха Все что вы видите Это просто еще раз повторяю фейерверк И не более того Вот и это подтверждают подписчики У меня очень много подписчиков в Израиле Но есть такие Которые показывают помощь мне Они пишут мне из Израиля Что прилетает иногда Действительно что-то прилетает И что-то взрывается Но прилетает не со стороны арабских территорий А прилетает откуда-то со стороны израильских территорий Из глубинки И большая часть взрывов Как и в Украине Происходит в домах То есть чистая работа пиротехников То есть на самом деле Там на этом крошечном пичечке Этого сектора газа Про который говорят Можно легко подавить Все попытки что-либо пускать Они уже столько раз туда войска уводили После якобы очередных пусков Я вам говорю Что навести там порядок И покончить со всеми этими боевиками Израиль если бы хотел Мог бы за три дня Вот почему я говорю о том Что это проект ликвидации Израиля По строгому плану А совсем никакая нереальная война А в это время в России Как мы знаем Идет спешное производство инвалидов Из добровольцев А что вы хотели Либо Совсем не возвращаются Причем пропадают без вести Чтобы деньги не платить Я об этом уже говорил Либо возвращаются инвалиды То есть те кому Очень повезло вернуться Вообще Повезло им Они вернулись домой Но вот повезло ли им Они еще Даже не подозревают В том что их Привезли то Например в госпиталь Где произвели Ампутацию Например А вот дома Их уже никто не ждет Так как в таком виде И без денег Кому они нужны Например Без ноги Или без руки Муж Отец Читаю Больше половины Случаей инвалидности От официальной информации Медицинедиков из России Среди участников Спецоперации Установленных Медико-социальной Экспертизы Связаны с ампутацией Верхних и нижних Конечностей Об этом сообщил Официальный Замминистр труда И социальной защиты Алексей Вовченко Заметим Что у нас тут Много очень министров С такими фамилиями Чисто украинскими В ходе Круглого стола В Совете Федерации На тему Комплексная реабилитация Участников Специальной Военной Операции Получивших Увечья Или заболевания В ходе Выполнения Боевых задач Ну как у нас Министерство Занимается Комплексной Реабилитацией Мы все знаем Замминистр Отметил Что более Восьмидесяти процентов Инвалидов Участников Спецоперации Проходят Освидетельствование В трех регионах России В Москве 15,7% В Московской области 45% И в Санкт-Петербурге Почти 20% Замечу Что все они Друзья Добровольцы Добровольцы Либо наемники Дома Жены Ждали Больших Выплат Чтобы Как сказать Решить Финансовые Проблемы Домашние Но вот Денег Они Не увидели А получили Обрубки Безрубки Ног Работать Такой Обрубок Не может Денег Не платят Награда За брата Убийства Друзья Всегда Найдет Свою Герою Еще раз повторяю Награду За брата Убийства Всегда Найдет Свою Герою Вовченко Не стал Называть Количество Инвалидов Это Секретная Информация Наверное Однако Отметил Что Порядка Пятьдесят Четырех И Четырех Десятых Процента От всех Освидетельствованных Признаны Инвалидами С ампутацией Конечностей Также Отмечена Что большая Часть Это Внимание Молодые Люди Доля Ампутации Нижних Конечностей Среди Участников Спецоперации Составляет 80% Верхних 20% То есть Огромное Количество Молодых Людей Осталось Без Ног Четыре Типами Реабилитации Эти коляски Которые Должны Быть Выданы Но Вместо Вместо Вдавать Коляски Как всегда И как В Советском Союзе Было Их Ставят Просто В очередь А так Хочешь Передвигаться На досочке С подшипниками И вперед А вот если Рук нет То Ну Вы понимаете Все Еще раз Подаряю Огромное количество Гражданских Анболинов Которые Не могут Получить Коляски По многу лет Не по Один год Не два А много лет А платить Их сами Не могут Так как Живут В жуткой Нищете Теперь Там Поступило Предложение Значит Их Хочет Отодвинуть И в первую очередь Обеспечивать Этими Колясками Которых И так Нет Тех Кто Участвовал В этой Операции То есть Тем Теперь Можно Спокойно Не давать Сказ Вы там Сидите Мало Что У вас У вас Была Очередь Мало В следующем году Получить Теперь Не получите Вот так Вот У нас Потому что В первую очередь Надо Защитникам Отечества Выдать Эти коляски Все Понятно Да То есть Огромное Количество Людей Которые Там В нищете Живут И ждут Эти коляски Их просто Уже Не получат Интересно А вообще Что думали Эти люди Когда Одевали Форму И шли Добровольно Участвовать За деньги В этой Операции Они Что Действительно Считали Что Идут Сражаться За мифическую Родину Или Что Там Компьютерные Пострелялки Убили Тебя Десять Раз И все Пошел Кофе Пить Они Сражаться За мифическую Родину Которую Не может Обеспечить Они Прекрасно Это Знали Лекарственными Медицинскими Средствами Своих Стариков Инвалидов Им Приходилось Самим Покупать Себе Медицинские Средства И так Им Вообще Ничего Не давали Ни оружия Ни обеспечения Никакого Они Шли Воевать За страну Которая Не может Выплачивать Своим Инвалидам И Гражданам Какую Либо Нормальную Пенсию Они Что Не понимали Что Идут Что Владельцам Яхт Пароходов Заводов Шахт И Футбольных Клубов Плевать На их Судьбы Совершенно И На их Жизни Тоже Совершенно Плевать Что Бизнес Поставки Сырья На их Глазах Идут Из России Через Украину Валом Они Что Действительно Верили Что Плохие Парни Там Из Рливого Или Ровно Идут Забоевывать Где Нибудь За Уралом Их Жен И Детей А Вот Эти Плохие Парни Из Ровно И Львова Верили Что Подлые Москали И Стул И Орла Идут Отнять Молодых Женщин Которые Обслуживают Бордели Всей Европы И Арабских Анклавов Что Ни Для Кого Не Секрет Кстати Говорят Теперь Внимание О Реальной Ситуации 2020 Года Официально Российский Рынок Средств Реабилитации Сильно Зависим От Импорта Рассматриваем Пятилетие Прошедшие До 2015 По 2020 Год Поставки За Рубежа В 1.2 1.7 Раз Превышали Объемы Отечественного Производства То Есть Сегодня За Санкцией Даже Платный Рынок Уже Обеспечен Только Отечественными Только На 27% Не Считая Китайского Товара Основным Фактором Сдерживающим Но это мы имеем Говорим только Про платные Основным Фактором Сдерживающим Развитие Реабилитации Отрасли Эксперты Считают Слабое Соответствие Российской Продукции Что Опять Так Не Удивительно Требованием Конечных Потребителей Так Около 80% Протезов Непригодны Для Использования А с Инвалидными Колясками Это официальная Информация Вся Вообще Реальный Кошмар Читаю Важно Понимать Что На данном Рынке Спрос Защитительной Степени Формируется За счет Государства По разным Оценкам На долю Госзакупок Приходится От 50 до 70% Всего Объема Продаж Средств Реабилитации Которые Очереди Житают Годами Мы Сказали Об этом Процедура Газзаказа Не предусматривает Частие потребителя В коммуникации С поставщиком То есть Что На тебе Что нам Негоже То есть Пришел Вернее Привезли Этому Инвалиду Кресло Бросили И Уехали Вот тебе А он Он Не ездит Он его Даже собрать Не может Потому что Он Несобираемый Еще раз Поза Все знают По всем Медицинским Инструкциям Технические Средства Реабилитации Требуют Индивидуальной Строго Индивидуальной Настройки То есть Они Заранее У Производителя Должны Делаться Под Конкретного Потребителя Получателя В Случае Когда Изделие Не Подходит Процедура Возврата И Обмена Приобретенная Через Госзакупку Продукции Настолько Сложна И Забюрократизирована Что Пациенты Просто От нее Отказываются Чтоб Ну Человек Потратил Месяц Два Три Полгода Больной Человек Инвалид Калека И все У него Терпение Он Отказывается В результате Того Сообщает Нам Официально Министерство Здравоохранения Несмотря На то Что Цена Импортных Средств Реабилитации Намного Выше Чем Российской Продукции Покупатели Выбирают Зарубежные Аналоги В силу Их Лучшие Функциональности И удобства Хотя Естественно Это тоже Импорт То есть Никто Индивидуально Не подбирал Ничего После Начала СВО И Введения Санкций Весь Сегмент Этого Рынка Заняли Китайские Товары Из Европы Уже Скажем Из США Из Канады Ничего Не идет Который Не обменять Естественно Китайские Товары Не вернуть Тоже Практически Невозможно Вот Такая Вот Сегодня Ситуация Палач Успешно Продолжает Свою Работу А люди Которые Ушли На Эту Операцию Как Одной С одной Так И С другой Стороны Сами Выбрали Свою Участь Ибо Они Добровольно Стали Тварями Бездушными Они Добровольно Пошли Нести Смерть И Никто Не Может Оправдать Их Действия Их Смерть Тоже Не Скупает Их Вины Они Сами Выбрали Эту Участь Какую Бо Форму Они Не Рядились И Сами Стали В очередь К Палачу Ну И Напоследно Для Развлечения 12 Октября Госдума Поручила Комитету По Безопасности И Противодействию Коррупции Проверить И Проречь К ответственности Артистов Бизнесмен У Блогеров Которые Возвращаются В Россию На Дискредитацию Армии И Антироссийские Заявления Проверку Проведу В том числе В отношении Галкина И Телеведущего Ивана Урганта Помните Обложку Журнала Экономии Сначала Ролика Где Там Таких Выгружают Оптом В котел В котел Друзья Надо Очень Понимать Четко Сейчас Такое Время Когда Нельзя Быть Серым Нельзя Быть Наполовину Белым А наполовину Черным Либо Так Либо Не Так Либо Вы Выбираете Свою Душу Ее Бессмертие И Делайте Все Чтоб Наступила Равновесие Внутри Вас Либо Вы Добровольно Уходите К палачу Тут Нет Третьего Выбора Никакого Нет Абсолютно Надеяться На то Что Кто-то Вам Поможет Чем-то Спасет Оставьте Эти Пустые Надежды Никто Не придет И не шить За вас Ваши Проблемы Взаимоотношения Вашего Разума И Вашей Души Желаю Вам Сил Физических И сил Духовных Об Это Непростое Время Благодарю Вас За Внимание И До В следующей Встречи Как Всегда Воскресенье